В эфире итоговый выпуск программы Бугинформ. Я, Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым и насыщенным. Коротко о главных событиях. По инициативе Главного управления идеологической работы культуры и по делам молодежи в Бресте на территории мемориала «Брестская крепость-герой» прошел субботник, участие в котором приняли сотрудники управления, учреждения культуры, представители средств массовой информации. Общее дело объединяет, а главное – результат коллективного труда налицо, убедилась Лариса Осмолович. Кто ищет, тот всегда найдет. Современный рынок специальности Бреста медленно, но уверенно входит в процесс реформирования, считает наш корреспондент Анастасия Надвин-Плотницкая, изучившая тему. Ярмарка вакансий – новая форма работы с потенциальными специалистами. В 2016 году в Брестской области зафиксировано 8 случаев суицидов среди подростков. Возраст повышенного риска или что толкает ребят к самоубийству? Вместе со специалистами на этот вопрос отвечала София Бережная. А пробируется на практике. В Ленинском районе прошел семинар по рациональному использованию услуг электронный дневник и электронный журнал. Как вам живется в новом доме, братья наши четвероногие? Виктория Осаченко уверена, некогда бездомные, преданные хозяевами лопаушки, нашли свой дом и ждут новых друзей. Об этом и не только прямо сейчас. Так уж сложилось, что второй весенний месяц у белорусов – месяц активного благоустройства и наведения порядка. Наверное, при этом все мы руководствуемся мудростью народной, которая гласит – прежде чем начинать менять мир, трижды огляди свой дом. Сегодня по инициативе Главного управления идеологической работы культуры и по делам молодежи Брестского облсполкома прошел первый субботник в череде тех, которые еще состоятся накануне республиканского. Вместо дислокации – территория одного из знаковых объектов областного центра – мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». В полном составе сотрудники Главного управления идеологической работы культуры и по делам молодежи Брестского облсполкома, представители областной газеты «Заря», Брестского вестника, Брестского калейдоскопа, телекомпании «Бук-ТВ», ТРК «Брест», «Сити», специалисты филармонии, театра, музеи, библиотеки и других учреждений культуры присоединились к акции, которую инициировало вышеназванное управление и присоединились, надо сказать, очень дружно, с хорошим весенним настроением, которому благоволила и погода с природой. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Эта фраза звучит весьма кстати. Очень здорово и я хочу сказать спасибо большое и телекомпании «Бук-ТВ» за то, что вы сегодня вместе с нами. А вообще это, мне кажется, начало очень хорошей традиции, когда все сотрудники учреждений культуры, идеологи, средства массовой информации, все те, кто, как правило, приходят в Брестскую крепость по, скорее, профессиональному долгу, сегодня пришли для того, чтобы вот так все вместе поработать и сделать эту территорию еще более красивой, привлекательной. Но хочу сказать, что, несмотря на такую рабочую атмосферу, все равно то, что ты находишься в крепости, оставляет чувство вот этого трепета душевного и гордости за то, что мы живем на прекрасной Брестской земле. Поэтому спасибо всем, кто сегодня откликнулся и пришел на наш субботник. Вместо дислокации трудового десанта территория, прилегающая к мемориалу «Брестская крепость-героя», это порядка 200 гектаров, заросших сорняковыми кустами, которые разрастаются очень буйно и вид, соответственно, не вызывающий эстетических чувств. Пилы, топоры, грабли, вилы, весь инвентарь пошел в дело. Особая нагрузка на мужчин. Интенсивно, активно и очень весело. Дело в том, что это очень нужное дело, и каждый из здесь присутствующих понимает, что, ну, и видит результат своего труда, честно говоря. Поэтому весна, хорошее настроение, погода, солнце и труд. Что может быть лучше? Настроение замечательное. Сегодня прекрасная погода. Замечательное дело мы делаем. Я думаю, что это пользу принесет не только нам с хорошим настроением, с работой, но и тем, кто придет сегодня после нас. А молодежь как работает? А молодежь вообще интересно, весело. Взял жену, вместе работаем, все отлично. В такую погоду дома сидеть, мне кажется, это грех. Настроение замечательное. Погода хорошая, хорошая компания. И главное, дело, которое делаем, на пользу. Поэтому я думаю, что и нам приятно, и людям хорошо. Дружно, с задором управились за три часа. Территорию разбили на участке. За каждым закрепили отдельную группу. Вывоз мусора взяли на себя работники ЖКХ. Они же предоставили спецтехнику и инвентарь. Параллельно на стройке трудились юные брещане. Члены пионерской организации пристально через объектив камеры за происходящим наблюдал фотокорреспондент газеты «Заря» Александр Шульгач. Александр, можно оторвать вас от работы? Как настроение, как работа, как кадры самое главное? Как вот на ваш взгляд фотографа? Отлично. Работа кипит, погода замечательная. То есть все отлично, на мой взгляд. А у людей как? И настроение, и задор, скажем так. То есть работаем. Настрой отличный. Хорошая погода, очень хорошая компания и главное хорошее дело, которое мы все вместе делаем, которое нас объединяет. Здесь собрались не только работники музея, филармонии, но присоединились, наверное, к первые средства массовой информации. Правда, здорово? Отлично. Тем более мы всегда работаем со средствами массовой информации, всегда бок о бок. И по сути дела работаем на одно наше общее дело. И сегодняшний субботник тоже этому подтверждение. Первый апрельский субботник должен стать традиционным, ведь ничто так не сближает людей, как совместный труд уверены участники десанта. А вкусная солдатская каша под мелодичный гитарный перебор, чем не завершающий аккорд доброго дела. Из гитары желтых ты обнимаешь нежно, струна осколком эхо пронзит тугую ввысь. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Дмитрий. Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор на актуальные темы. Современный рынок – это большая система, которая претерпевает изменения с регулярным постоянством. Объясняется это тем, что каждая новая технология требует развития новых профессий и новых производственных решений. Сначала в тренд входят одни ремесла, потом другие. Спрос на рабочую силу меняется в зависимости от предложения. Так происходит во всем мире, в том числе и в Беларуси. Современный рынок специальностей Бреста, вопреки мнениям скептиков, медленно, но уверенно входит в процесс реформирования. Предприятия переориентируют рынки сбыта и вместе с этим совершенствуют комплекс оказываемых услуг. Затронуло это в первую очередь сферу легкой промышленности, в частности швейной. О том, где сегодня в Бресте может работать модельер, конструктор или швея, по каким критериям, сегодня оценивается успешность и как надо работать, чтобы быть в тренде. Анастасия Ноздрим-Плотницкая с подробностями. Ярмарки вакансий. Такая форма работы для Бреста все больше закрепляется в социально-трудовой практике. За последние несколько лет производственные приоритеты областного центра претерпели некоторые изменения, о которых спешат рассказать во время таких открытых встреч наниматели своим потенциальным специалистам. У нас на сегодняшний день около 300 вакансий заявлено в службе занятости от предприятий на потребность в работниках. На учете у нас состоит на сегодняшний день около 100 швей. То есть все безработные, которые состоят у нас на учете, приглашены также для участия в этом мероприятии. В числе отраслей, которые претерпевают в некотором роде модернизацию, швейное и трикотажное дело. Сегодня белорусские и, в частности, брестские конструкторы вышли на тот производственный уровень, когда продукция и работа отечественных мастеров может по праву конкурировать с европейскими аналогами. Однако здесь произошло столкновение интересов. Места есть, а вот рабочих рук для них пока недостаточно. Наше предприятие может предложить не только молодым девушкам, но и женщинам в возрасте, трудоспособному населению работу. На данный момент нам нужны швеи в количестве около 100 человек. Как и Каролина, предприятие с большими производственными традициями «Динамо Программ РЕС» сегодня ждет у своих машин-специалистов. В последние два года фабрика смогла качественно преобразиться и закрепить за собой лозунг «Всегда в отличной форме». Пошив спортивной формы и одежды для занятий физической культурой – это одно из приоритетных направлений деятельности. Однако дизайнеры и конструкторы на месте не стоят. Элементы символики фан-клубов, верхний трикотаж, детская коллекция – и на этом ассортиментная линейка не заканчивается. Мы косвенно участвовали в такой программе, как «Школа будущего» или бы, скажем так, чтобы школы, различные учебные заведения отозвались и ознакомились с нашим ассортиментом, потому что мы учитываем разные вкусы, разные направления для деток. Работы на склад практически нет. Все отгружается и продается в довольно быстрые сроки. С удовольствием продукцию Брестской фабрики раскупают в столице и других городах страны. Есть заказы и из-за рубежа. Вот только одно «но» – производить предприятие может и больше. Поэтому приглашают к себе тех, кому интересно работать в инициативном коллективе. Очень большой потенциал у фабрики есть. Ну, есть какие-то сложности, конечно, они сейчас у всех есть. Не хватает, очень не хватает швеи. Если швея выполняют 50% и выше, дальше идут премиальные. Но все это нацелено на то, чтобы как-то стимулировать людей именно стараться работать. Мы работаем очень много с лицем легкой промышленности. Берем молоденьких девочек. Ну, естественно, их приходится долго учить. Потому что, ну, молодые, как всегда, они еще немножко не понимают жизнь. Где-то родители помогают им. Поэтому, ну, приучаем к труду, можно сказать так. Поэтому такая разработана политика предприятия, что в основные надбавки идут после 50%. Вот 50% нормы выработки швея делает и дальше пошли. Тема трудоустройства была озвучена и во время открытого диалога с мэром города Александром Рогачуком. На вопрос о том, как сегодня лавировать на рынке специальностей, председатель Брестского горосполкома посоветовал следить за тем, что сегодня актуально в производственной сфере, ориентироваться самим и направлять своих детей учиться в те сферы, где есть перспектива, а не ждать, что что-то изменится само собой. Есть теория постиндустриального общества. Когда структура занятости меняется совершенно по-другому, и та матрица, которая была в 90-е годы, она неприемлема для города тысячелетнего 21 века, я имею в виду города Бреста. Хотим мы это и не хотим, но у нас будет меняться структура рабочих мест. Швейная сфера – это только одно направление. Буквально накануне свои возможности для трудоустройства представляли предприятия торговли и общественного питания. В ближайшее время в городе пройдет еще несколько ярмарок вакансий, правда уже в других промышленных сферах. Информирование об их проведении будет через средства массовой информации, а также центры занятости. Анастасия Назарин, Плотницкая, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. В мире ежегодно из жизни добровольно уходит миллион человек. Это всегда отзывается болью для родных и близких. Но когда смерть сознательно выбирают совсем юные, особенно страшно. Возрастом повышенного риска называют подростковый возраст, что чаще всего служит причиной самоубийства. Непонимание со стороны окружающих, проблемы в школе, сложная обстановка в семье, психологическая неустойчивость подростка. Самоубийство – это акт отчаяния. В 2016 году в Брестской области зафиксировано 8 случаев суицидов среди подростков. Проблема существует. Как противостоять ей? Как не допустить печальных последствий? Как уберечь близких от необдуманных действий? Во всем этом разбиралась наш корреспондент София Бережная. Суицид – слово с негативным оттенком, вызывающее страх и недоумение. О про людей, кто решился на это, чаще всего говорят не от мира сего. Однако в случаях, когда напасть настигла знакомого человека, вполне себе довольного жизнью, молодого, возникает закономерный вопрос, что послужило поводом для столь необдуманного шага. Недалеко от высотки, где не так давно в Бресте произошел подобный случай, соседи другого небоскреба по сей день под негативным впечатлением от случившегося. Родители насторожились, а ведь беседы по поводу бдительности и внимательности взрослых велись не один раз. Рядом с нашими домами произошла ситуация. Девочка, подросток выпала, спрыгнула, неизвестно, но факт, с балкона 13 этажа соседних домов. Ситуация печальная, крайне. Мы, допустим, в своих домах уже давно с жильцами ведем работу, с жильцами, с посторонними, о том, чтобы они отслеживали, кто приходит в наши дома, каким образом они туда попадают, что они делают у нас на этажах, на балконах. Такой случай в практике председателя первый, но выводы сделаны более чем серьезные. Будучи отцом, Александр Винокуров понимает, категоричность в действиях – крайняя необходимость. Количество детей и подростков, пытающихся свести счеты жизни в мире, с каждым гоном растет примерно в два раза. Исследования показывают серьезные мысли о том, чтобы покончить с собой, возникает у каждого пятого подростка. С годами суицид молодеет. Вопрос стоит остро, как не допустить проблему, как помочь своему ребенку. Антисуицидальный барьер ребенка – это в первую очередь забота родителей и, конечно же, педагогов. На их плечи ложится ответственность за психическое равновесие своего чада. Стоит учитывать и тот факт, что дети подвержены влиянию. Об угрозе со стороны сети интернет говорить не приходится. Волна информации о смертельных играх, синяки, тихий дом, F57 и сегодня не перестает будоражить общественность. За дело берутся все заинтересованные ведомства. Беседы с детьми в школах, подключение родителей, строжайший контроль – сегодня на повестке дня. Сотрудники милиции проводят работу по мониторингу социальных страниц в сети интернет групп риска, так называемых подростков, которые состоят на учете в инспекции, предназначенных несовершеннолетних, признанных, находящихся в социально опасном положении, либо же тех подростков, которые совершают самовольные уходы из семьи. В случае выявления таких несовершеннолетних, естественно, мы в первую очередь информируем их родителей, ну и затем уже специалистов, психологов, психиатров и всех, кто могут с ними проводить необходимую работу. Работа в таком ключе должна быть своевременной и нацеленной на то, чтобы искоренить побудителей негативных мыслей у ребенка. 8 суицидов и 45 попыток самоубийства за прошедший год только в нашей области. Показатель, превышающий прежнюю статистику. И это доказательство того, что проблема существует. В 2016 году в подразделение Следственного комитета Республики Вилосип-Абресской области поступило 227 заявлений о совершении суицидов. По сравнению с аналогичным прошлым годом количество фактов смерти снизилось. Так, в 2015 году поступило заявление о совершении суицидов 292. Вместе с тем вызывает особую озабоченность фактов совершения суицидов несовершеннолетними. Так, в 2015 году таких фактов имело место 3. В 2016 году уже 8. Как установлено в ходе предварительного следствия, основными причинами совершения суицидов несовершеннолетних явились психоэмоциональное неустойчивое состояние совершеннолетних, семейно-бытовые ссоры, неурядицы, складывающиеся в семье, а также отношения со сверстниками. Причин для совершения необдуманного шага масса. Каждый частный случай индивидуален. Владимир Шелеев – диспетчер Центра оперативного управления с внушительным стажем. Сотрудник МЧС не раз сталкивался с довольно необычными звонками. В беседе помогала чутье и психология. Бывают люди, предполагаешь, либо в состоянии алкогольного опьянения, либо уже, как мы сотрудничаем со 102, они уже практически, мы некоторых отдельных личностей знаем, которые, ну скажем так, может быть, имеют какие-то психические заболевания, состоят где-то на учете, например, в психоневрологическом диспансере или еще где-то. Были случаи, да, человек просто где-то находился на излечении, находился в высотном здании на верхних этажах, вел себя, в принципе, неадекватно. Ну, мы постараемся, в первую очередь, выяснить, кто он, что он, где он находится, причина его. Если человек обычно идет на контакт, ну, скорее я бы назвал это демонстративным поведением просто. Примеров, когда дети пытаются обратить на себя внимание родителей вот таким образом, к сожалению, немало. И как бы много ни говорилось о легкой внушаемости подростков и влиянии интернета, основной причиной, побуждающей детей к суициду, по-прежнему является непонимание со стороны взрослых. Сама проблема групп, так называемых групп, которые призывают к суициду, она непомерно раздута и тоже не соответствует той реальности, в которой есть. Эти группы существуют очень давно. И большинство этих групп, их назначение было не призывать к суициду, а просто выкладывать какие-то материалы суицидального характера. То есть, сцены, фотографии, видео, какие-то картинки, грустные стихи. То есть, люди между собой делились, но никаких призывов к этому не было. И сейчас большинство таких групп не призывает к суициду. Более того, те вот случаи, на основании которых вот эта вся мельница завертелась, и эти группы стали резко вдруг, скажем так, в фокусе внимания, они тоже во многом притянуты за уши. Нету сейчас никакой волны повальных самоубийств, которые были бы связаны с этими группами. То есть, примерно все остается на том же уровне, как и было. Большинство самоубийств никак с ними не связано. И вот это распиаривание вот этих групп наносит больше вреда, чем пользы. Потому что нету такого количества вот этих маньяков, чтобы нужно было бить тревогу. Происходит банальное распиаривание, а вред очевидный. То есть, подростки, когда это все на слуху, становятся, ну, просто немодным не знать об этом. Доводить ситуацию до такой тонкой грани едва ли желают взрослые. Так почему бы не начать диалог со своим ребенком, дружеский и доверительный. Возможно, при таком разумном положении вещей подросток не допустит ни единой мысли о плохом. Стоит ли говорить о том, как важны в этом возрасте для ребенка забота и участие мамы и папы. София Бережна, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Электронный документ оборот – очередной шаг на пути информатизации. В Ленинском районе города на текущей неделе прошел семинар по рациональному использованию услуг электронный дневник и электронный журнал. Целевая аудитория – руководители учебных заведений и модераторы их сайтов. В рамках семинара, проходившего на базе гимназии номер 5, педагоги и программисты смогли задать интересующие вопросы разработчикам системы, а также поделиться своим опытом работы с ней. О том, что такое электронный дневник, в чем видят преимущества его существования педагоги и родители и освоились ли они с новым форматом диалога. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Большую встречу организовали для руководителей учреждений и педагогов Ленинского района специалисты компании «Образовательные системы». Занятие условно было разделено на два блока – теоретически и практически, и включало работу не только с модераторами платформы, но и с руководителями учреждений образования. Задача максимально полная и в доступной форме – рассказать педагогам о том, как правильно пользоваться интернет-платформами, электронный дневник и электронный журнал, а также услышать первые отзывы о работе системы. Люди делятся своими впечатлениями, мы видим, что им это тоже нравится, у кого-то возникают какие-то идеи, они могут нам написать, мы их обязательно услышим, какие-то предложения, которые они нам вносят на таких мероприятиях. Поэтому сегодняшнее мероприятие, оно очень полезно так и для нас, так и, надеемся, для модераторов тоже. Электронный дневник – это один из шагов, предпринимаемых для развития белорусской системы электронного документа оборота. Сегодня только в Ленинском районе города процент активного использования платформы увеличился до 70, а в целом договоры на полное или частичное использование сервиса заключены со всеми 14 учреждениями. Конечно, отказаться от печатной версии дневника и журнала пока еще не представляется возможным. Однако теперь все чаще в учительской можно встретить педагога, выставляющего отметки за компьютером или планшетом. Для последнего существует удобная мобильная версия. Это процесс непростой и небыстрый, но мы стараемся помочь нашим педагогам, поэтому приглашаем представителей из Минска для обучающих семинаров. Также здесь на месте самостоятельно проводим индивидуальные групповые консультации, выезжаем в учреждения для обучения педагогов. Ну а они, в свою очередь, проводят родительские собрания, обучают родителей. И, кроме того, мы еще пошли дальше, мы провели работу с дошкольными учреждениями. Гимназия номер пять, на базе которой проходил комплексный семинар, учебное заведение с хорошей материально-технической базой. Здесь, прямо в процессе урока, учитель может, расположившись перед компьютером, выставить заслуженную отметку, записать домашнее задание или указать отдельное замечание для родителей. Родителям, детям очень нравится. Родители могут сразу наблюдать оценки успеваемости, прогулы своих учащихся. Дети могут видеть расписание, уроки, расписание звонков, план мероприятий, который проводится в гимназии. У нас также у класса есть своя страничка, туда мы записываем все свои впечатления от мероприятия, загружаем фотографии. Кстати, оценить новую систему контроля успеваемости смогли и родители. Ребенок еще в пути, а новые отметки уже появились в журнале. В семье Ивачевых три девочки. Две из них, Марина и Лера, учатся в пятой гимназии. Обе уверенные хорошистки. Они с удовольствием посещают уроки и всегда открыты для новых знаний. С появлением электронного дневника в большой семье появилась и новая традиция. Теперь каждый вечер за чашкой чая Марина и Лера не только делятся яркими впечатлениями за день, но и просматривают вместе с родителями странички электронного дневника. Мы можем наблюдать за оценками, даже когда еще дети не вернулись со школы. Мы уже можем знать, какие дети оценки получили. Бывает иногда такое, что дети забывают дневники, и еще там по какой-то причине не все оценки бывают выставлены в дневнике. А в электронном журнале, вот в электронном дневнике, мы можем проследить, какие оценки. Мы можем примерно представлять, что там у нас выходит за четверть. То есть в этом удобство. Кроме этого, еще тоже большое удобство, как мы поняли, это в том, что мы можем общаться с учителями напрямую. Не по телефону, не приходя в школу, потому что, ну, понятно, что учителя очень заняты, мы очень заняты. А если у нас возникают какие-то вопросы или у учителя, мы можем друг с другом общаться посредством этого электронного дневника. Например, там учитель пишет нам какое-то сообщение и просит обратить внимание на что-то, и он пишет это тогда, когда ему удобно, а мы отвечаем тогда, когда нам удобно. И получается такое, ну, комфортное общение. Механизм использования электронного дневника довольно прост. Каждый родитель получил от классного руководителя шифр, содержащий логин и пароль для доступа к странице учащегося. В принципе, чем-то напоминает использование социальных сетей, где есть разные наименования категории. Просто, понятно, доступно и, кроме всего прочего, мотивирует учащегося заниматься больше и лучше. Новинку уже успели оценить и педагоги, и родители, и сами учащиеся. А то, в какую форму работы она выйдет на новой фазе своего использования, покажет время. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щерб, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ». На протяжении 45 лет у «Вечного огня» несут в вахту памяти учащиеся учреждения образования города Бреста. Ее история началась в канун 28-летия освобождения Брещена и Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 9 мая 1972 года на вахту заступила первая смена юноармейцев. Добрая традиция прочно укрепилась. Сегодня для школьников большая гордость оказаться в числе тех, кто проходит такую серьезную патриотическую школу. К юбилейной дате 45-летию поста памяти был подготовлен целый ряд мероприятий в областном центре, среди которых международный слет. Обо всем подробнее расскажет София Бережная. В город над Богом по поводу значимому и знаковому съехались представители постов номер один городов-героев, а также городов-участников Международного миротворческого движения Академии мира и детской дипломатии. Встреча, направленная на укрепление дружеских связей между молодежью разных стран, стала насыщенной и яркой. День прибытия школьники, представители из разных городов – Бреста, Минска, Витебска, Москвы, Волгограда, Мурманска, Севастополя и других – собрались в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Почтили память павшей в годы Великой Отечественной войны. Символичная часть программы – несение международной вахты памяти – стала ярчайшим впечатлением от слета. Не менее важной была встреча делегаций с мэром областного центра Александром Рогачуком. То, что сегодня мы встречаем представителей многих регионов, у нас в городе Бреста, для нашего Бреста, на самом деле, большая честь. Очень здорово, что вас объединяет история, очень здорово, что вас объединяет патриотизм, очень здорово, что Брестский пост памяти, на мой взгляд, наверное, все-таки, я так считаю, не потому, что у кого-то города Бреста, он, ну, пост номер один в России, потому что именно Брестская крепость задает ту планку патриотизма, ту планку работы с учащимися, которая успешно реализуется в других городах. Глава города предложил ребятам из разных уголков Беларуси и России познакомиться, рассказал о Бресте, вручил памятные подарки. Особого внимания удостоился Брестский пост памяти, которому исполнилось 45 лет. За его историю более 91 тысячи юных брещан имели честь пройти патриотическую школу. Сегодня в вахту памяти несут учащиеся 45 учреждений образования города. И каждый из школьников гордится тем, что ему посчастливилось стать частью юноармейского движения. Настолько такие эмоции, это даже один раз слеза прокатилась, это необъяснимо. Ребята на посту изучают историю своего города, своего края, знакомятся с азами военной подготовки, неся в вахту памяти у вечного огня, соприкасаются с частью истории нашей страны в годы лихолетия, в годы Великой Отечественной войны, осознавая свою причастность к подвигу тех защитников Брестской крепости, которые в июне 41-го года не щадили своей жизни в борьбе за нашу свободу, за свободу нашей Родины. Программа «Слёта» включала в себя патриотическую игру «Знамя Победы». Мероприятие проходило в форме эстафеты. Ребятам предстояло пройти 8 испытаний. Так юноармейцы должны были угадать защитников Брестской крепости, пройти огневую подготовку, продемонстрировать строевой шаг, а также знания в области истории. Сегодня мы опробуем на гостях нашу игру. Хотелось бы, чтобы эта игра состоялась и для юноармейцев нашего города, для наших отрядов. В рамках международного слёта ребята побывали на экскурсиях, поучаствовали в педагогической конференции, познакомились с городом. Встреча, прошедшая в дружеском и дружественном ключе, оставила у каждого только приятные впечатления. В доказательство отзывы, среди которых исключительно положительные. Я на слёте первый раз, как и вся делегация. На пост номер один мы тоже заступили только в Беларуси. В своём городе мы не заступали. Это, несомненно, прекрасный опыт для нас. София Бережная, Дород Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Только от жизни собачьей собака бывает кусачей. С этой фразой из мультфильма полностью согласны сотрудники питомника для бездомных животных, который открылся в Бресте около трёх месяцев назад. Его название звучит весьма официально. Участок по отлову и содержанию безнадзорных животных. Но команда людей, работающих в данном месте, к категории бездушных никак не относится. Они любят животных всех мастей и пород. И других здесь не держат. В этом мы убедились, побывав в приюте. Съёмочную группу нашего телеканала в этом месте встретили без всякого лая и скуления. Гостеприимно, радужно, по-доброму. Первым, с кем произошло наше знакомство, смешной, спокойный и мохнатый рыжий друг. Здесь его ласково зовут Рокки. Он сторожил приюта. Таких, как Рокки, здесь немало. Альфа, Бет, Черныш, Виола и Моня. Мелани и Мелисса. Работники предприятия каждому дают свою кличку. Кого-то из этих пушистых и ласковых принесли жителей, пожалев бездомных, чьё-то знакомство с временным убежищем произошло в результате отлова. Видно, что работает население, что они активно выбирают себе домашних животных. Также хорошо работают и сами волонтёры, которые пристраивают животных, не только на территории Республики Беларусь, но и работают и с ближним и дальним зарубежьем. Истории у животных наших разные. В основном мы работаем по заявкам от жителей. То есть поступают заявки о том, что где-то бегает бездомное животное, которое может причинить вред, особенно маленьким детям. Поэтому наши ловцы приезжают, забирают этих животных, и уже они помещаются после прохождения процедуры осмотра, они помещаются в клетки для дальнейшего содержания. Ну и, конечно же, ждём, что придёт за ним новый хозяин, который будет рад как сам, так и будет радоваться само животное. Ну, также принимаем животных и от населения, потому что случаи бывают разные. Бывает, что у ребёнка, ребёнок просил там на день рождения, либо вообще себе животное, и при уже соприкосновении с котом у него появляются признаки аллергии. С открытием в городе второго дома для братьев наших меньших, которые в силу разных причин оказались на улице, вероятность встретить бродячих собак и котов в городе сегодня относительно небольшая, а вот обрести себе друга можно. Животные – живые существа, считают работники приюта на балансе, сегодня у которого таких живых, но брошенных человеком 168, 93 собаки, 30 котов, 45 щенков. Некоторые из этих лопоушек пережили настоящее людское предательство, оставшись выброшенными и никому не нужными. Некоторые появились на свет уже в приюте и готовы отправиться в новый дом, чтобы стать верным другом. Призываю граждан, чтобы они приходили, может быть, кто-то выберет себе питомца, друга, компаньона, вот, если кто желает. Пожалуйста, приходите. Можно и прийти, можно на сайте посмотреть, те, кто у нас сейчас на содержании находится. Можно просто прийти, посмотреть, где-то кого-то выбрать, кто-то кому-то понравится. Все забрать, при себе там паспорт иметь, может, переноску для котика, для щеночка, поводок и ошейник для такой крупной собаки, более взрослой. Здесь говорят, животных меньше, радости больше, ведь лучший приют – пустой приют. Здесь верят, животные в клетках временно. Не за горами момент, когда двери каждого вольера отворятся, и клетки станут пустыми. Ежемесячно сюда поступают десятки животных, но сегодня персонал предприятия может поделиться вполне обнадеживающими результатами. Полупустые вольеры в кошачьем отделении говорят сами за себя. У усатых, полосатых все чаще находятся новые хозяева. Пушистики покидают клетки, вновь поверив в то, что этот хозяин точно будет последним. Мы довольно-таки хорошо обеспечены ветеринарными препаратами. Если чего-то у нас нет, то всегда мы можем это приобрести. У нас не ограничивают ни в количестве, ни в сумме. Стоимость тоже не имеет такого значения. Поэтому и ветеринарные препараты, и кормление животных – все у нас здесь хорошо. Ко всем хвостатым, усатым, полосатым отношение трепетное. Это место можно по праву назвать кузницей милосердия в квадрате. Четвероногие постояльцы проходят ежедневный медицинский осмотр. А если находятся больные, отправляют на карантин в изолятор. Животных, кстати, не усыпляют. Здесь их любят уж точно не на словах, а помогают на деле. И все согласны со словами Льва Толстого. Общество, которое плохо относится к животным, всегда будет нищим и преступным. И это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов. Так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании буктв.биуай, а также на нашем канале в YouTube. Напоминаем, Буктв вы можете смотреть в базовом пакете интерактивного телевидения «Зала», включив 111 канал. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 2 апреля в воскресенье в Бресте ожидается очень теплый день, преимущественным без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Данное потепление обусловлено распространением на территории страны поля повышенного атмосферного давления, сформированного в теплой воздушной массе южных широт. Температура воздуха в ночные часы составит 8-10 градусов, максимальная днем – 20 градусов. 3 апреля в понедельник атмосферный фронт обусловит неустойчивую погоду и начнет вытеснять очень теплый воздух. В Бресте утром и днем ожидаются кратковременные дожди, станет прохладнее. Синоптики прогнозируют плюс 10-12 в ночные часы, до 14 градусов прогреется воздух днем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова